Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Это Сергей Петрович. Это? Папа. Маринин, да. Ну вот расскажите в двух словах, как все это было, потому что у нас же люди в основном боятся всего этого. Наверное, не знаю, для чего средства массовой информации рассказывают ужасы, да, про модельный бизнес. Я думаю, знаете, скорее всего, потому что средства массовой информации все расположены в Москве, а в Москве, это ни для кого не секрет, я обязательно об этом поговорю как-нибудь в следующих блогах, там девочки вынуждены заниматься какими-то побочными видами заработков, и отсюда как бы сплетни и слухи, которые ходят вокруг модельного бизнеса. Вот на примере своей семьи, своей дочки, расскажите в двух словах, ты, Марина, там подсказывай, если что, как это все было, боялись ли вы? Боялись. Ну, несколько лет назад у Марины проявила, это все желание заняться модельным бизнесом. Мы опасались от начала. А вот чего, вот чего боялись? А вот это самое, это в газетах, в журналах, на экране телевизора. Всякие страсти. Довольно неприглядные истории были. Но мы решили ей помочь в ее начинаниях, начали интересоваться, где, как, что. И когда переехали на юг Байкала, узнали, что в Улан-Удэ есть такое модельное агентство, Байкал Моделс. Это мой филиал. Теперь Байкал Старс они, кстати. Они переименовались там. Вот мы с него начинали. Возили ее туда на съемки, на примерки. Везде сопровождали. Поняли, поначалу. Потом мы, когда уже вникли в эту сферу. Поняли, что боятся уже особо. Да, мы стали отпускать ее уже одну туда. Первая поездка в Китай. И потом была первая поездка в Китай. Волновались. Но все оказалось очень пристойно. И у нас сложилось впечатление, что это где-то там такое бывает. В Москве в основном, да. Делать здесь не в Западе, делать здесь в Москве. Потому что все СМИ расположены в Москве. А в Москве я уже, как уже и говорила, что действительно девочки вынуждены зарабатывать непонятным образом. Потому что квартиры очень дорогие. Те суммы, которые платят за работы, они не в силах покрыть расходы. Потому что я конкретно спрашивала этим летом. Наверное, всем будет интересно. Я говорю, от скольки и до скольки зарабатывает средняя модель в Москве в месяц. И мне тогда сказали, допустим, от 8 тысяч рублей до 80. То есть иногда больше. Все, чтобы просто были в курсе, в среднем квартира 30, 40, 50 стоит в Москве. Соответственно, остается небольшая сумма. И то, если девочке везет и работ много. А на что-то жить надо, из Москвы уезжать не хочется. Вот здесь и начинаются вот эти вот истории, которые вы потом читаете в прессе. И смотрите, что девочки дружат с какими-то олигархами или полубандитами какими-то. Они вынуждены пытаться пристроиться. Потому что домой не хочется. Там в деревне, в провинцию глубокую, в глушь. Потому что Москва, да, такой приличный город. Как я сказала, да, сытно, да, мило, да, чисто. Но за это приходится. Но девчонкам приходится, да, за это расплачиваться. Но это везде может быть. Главное, свою голову на плечах иметь. И многое от моделей зависит. Но мне вот повезло с родителями. То, что меня родители поддержали и помогли мне с подъездками. И как бы все возможное, все, что могло, что от них зависело. Они все делали и старались для меня. Поэтому спасибо вам. А агентам? А агентам, конечно, тоже спасибо большое. Потому что вы отправляли в хорошее агентство достойное. Где вот первое, вот, опыт можно набрать, научиться чему-то. И потом дальше все выше, выше покорять Китай. И мир. И мир. Пока-пока. Удачи всем начинающим. Вот еще скажу. Бояться не надо ничего.